Самолёты являются одними из самых быстрых воздушно-транспортных средств, способных развивать скорость выше полутора тысяч километров в час. Огромное значение скорость имеет в первую очередь для военных самолётов, которые должны мгновенно реагировать и выполнять опасные повышенные сложности задачи. Они способны преодолевать рубеж скорости в две тысячи километров в час, что составляет более двух махов. Советский многоцелевой всепогодный истребитель четвёртого поколения Су-27, создававшийся для завоевания превосходства в воздухе, был сконструирован ОКБ «Сухой» в 1977 году. В 1985 году самолёт встал на вооружение ВВС СССР. Сейчас он находится в эксплуатации ВВС России, являясь основным истребителем. Модификация Су-27 на вооружении КНР, Украины, Индии и других государств. Максимальная скорость, на которую способен самолёт — 2846,4 километра в час. 2,35 маха. Всего было произведено порядка 809 таких воздушных единиц. F-14 Tomcat «Граммен» является одним из самых быстрых истребителей в мире. Он был разработан в 70-х годах прошлого века американской компанией «Граммен Эйркрафт Инжиниринг Корпорэйшн». В 2006 году истребитель был выведен из эксплуатации ВМС США. В настоящее время поставляется в Иран, где и состоит на вооружении государство. Истребитель-перехватчик четвёртого поколения имеет систему, позволяющую сопровождать 24 цели, а также совершать захват и запуск по шесть из них одновременно на различных высотах и дальностях. Всего было произведено 712 воздушно-военных единиц. Крейсерская скорость Tomcat — 2485 километров в час. 2,34 маха. Американский всепогодный тактический истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle открывает тройку самых быстрых самолётов в своём классе. Он был передан в эксплуатацию в 1976 году. В настоящее время состоит на вооружении ВВС США, где пробудет вплоть до 2025 года. Создавалась данная модификация американской компании для завоевания превосходства в воздухе. Максимальная скорость, на которую способен McDonnell Douglas F-15 Eagle на предельной высоте, составляет 2650 километров в час. 2,5 маха. Всего было произведено порядка 1500 воздушных единиц. Помимо США, истребители эксплуатируются Израилем, Японией и Саудовской Аравии. МиГ-25 занимает второе место среди самых быстрых истребителей в мире. Рекордные показатели, которые были зарегистрированы при полёте на военном судне, составили 2700 километров в час. 3,2 маха. Советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения создавался для перехвата американских разведывательных суден. Скорость МиГ-25 равняется 3,2 скорости звука, что позволяет ему поражать цели на высоте до 25 километров. Военно-воздушное судно активно принимало участие во многих военных конфликтах. Сейчас истребитель состоит на вооружении ВВС России и Украины. Всего было произведено около 1200 воздушных единиц. МиГ-31. Всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31 возглавляет рейтинг самых быстрых в мире. Его основным назначением является перехват и уничтожение воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах при применении противникам активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Воздушное судно поступило на вооружение ВВС СССР в 1981 году. Сейчас МиГ-31 эксплуатируется в ВВС России. Максимально развиваемая истребителем скорость на большой высоте — 3000 км в час. 2,82 маха. Всего было произведено 519 воздушных единиц. На этом всё. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии.